Два слова о себе, кто со мной не знаком. Я сегодня живу в Израиле. С Java начал работать с 2001 года. С 2003 года начал параллельно ее преподавать. С 2008 начал консультировать. Архитектором был в 2009. В 2014 начал пилить стартап. И с 2015 года я работаю в компании на технологии. И занимаюсь там двумя направлениями. Это разработка микросервисов под Spring Cloud на модной и навороченной микросервисной архитектуре. И плюс у нас есть куча разных проектов, которые мы курируем, консультируем и так далее. Которые связаны с Big Data. И там, естественно, Spark, о котором сегодня и пойдет речь. Родился я в городе Петербург. И просто вчера произошел такой интересный инцидент. Я обязан про это рассказать. Я очень люблю город Питер. Мы проводим здесь, наверное, месяц с моей семьей каждый год. И вот вчера бомжевал я на улице. Там мои родственники все зашли в магазинчик. А я в час ночи сел с лэптопом. Надо было еще шляпу положить. Может, набросали бы что-то. И проходят мимо люди. Говорят, о, давайте сфотографируемся. Человек на джаве пишет. Как здорово. О чем сегодня у нас пойдет речь? Мы будем опровергать разные мифы, связанные со Spark. У нас будут концептуальные мифы. Многие считают, что Spark это какая-то хрень для Адупа. Потому что очень часто Spark и Адуп как-то вместе звучат. Кто-то считает, что Spark это такая штука, которая исключительно для скалы. И поэтому, если вы не на скале делаете Spark, то как бы зачем же? Как же? Это грубое нарушение. Поговорим о том, можно ли совмещать Spark и Spring. Spark и Spring звучат похоже. Может и совместить можно как-то. Можно ли его тестировать локально без того, чтобы поднимать хрень? Ну или самое главное. Кто-то считает, что для того, чтобы начать работать со Spark, это так сложно. Надо обязательно как минимум Docker, лучше два, еще лучше Kubernetes. И тогда это все можно запустить и тогда можно с ним играться. Мы сегодня попытаемся посмотреть, можно ли просто взять локально в помп добавить, зависимость на Spark и начать сразу писать какой-то код и поиграться с API. Ну и самый главный миф. Мы же будем какое-то приложение вживую делать. Я попытаюсь опровергнуть группу Pink Floyd. Кто слушает Pink Floyd, кто любит Pink Floyd? Все меньше и меньше. Редеют наши ряды. А вот этих двух девушек знаете? Бритни Спирски, Атипери. Есть такой миф, что у Pink Floyd очень умные тексты, а вот для них пишут какие-то непонятные шведы, и они пишут абсолютно одинаковый, скучный, однообразный текст. И мы напишем сегодня на Spark приложение, при помощи которого мы в конце попытаемся проанализировать тексты группы Pink Floyd. И может быть мы опровергнем, что у них тоже умные тексты, и докажем, что в принципе тексты у них точно такие же глупые, из таких же повторяющихся там baby-baby и так далее. Или не получится опровергнуть. Посмотрим. Это так, заинтриговать, потому что ответ на этот вопрос будет в самом конце. Давайте начнем с мифа про Spark и Adobe. Ну, Adobe вы знаете, да, что такое? Такое big data-хранилище, в котором куча самых разных, много навороченной экосистемы. И в принципе, как бы очень много лет считалось, что Adobe он не очень хороший. И API, который существует в Adobe для того, чтобы процессить big data, он ужасный, он медленный, он коряво написанный. Посмотрим тоже, изменились ли сегодня эти вещи. Давайте начнем сначала с такой очень важной концепции, что такое data-locality. Поднимите руку, кто знает, что такое data-locality. Я тогда объяснил в двух словах, что это такое. Ну, можно объяснить это, знаете, выражение. Если гора не идет к Магомету, то, соответственно, Магомет идет к горе. То же самое, когда мы говорим про big data. То есть, когда у меня даты немного, и я использую какой-нибудь там JDBC или JDBC Template Spring или какой-нибудь ibernet, и я хочу процессить эту дату, то, соответственно, получается, что я дату вытягиваю в то место, где у меня бежит мой Java код или какой-то другой код, и, соответственно, данные идут к приложению, а не наоборот. В мире big data так сделать не получится, потому что данных у нас слишком много. Если мы будем процессить это при помощи одной машины, пусть она даже супермощная, но все эти данные мы все время на эту машину будем выкачивать, то это будет очень долго работать. Поэтому концепция data-locality говорит, давайте сделаем наоборот. Вместо того, чтобы выкачивать данные к тому месту, где они процессятся, мы будем отсылать кусочки нашего приложения, какие-то там лямбды, какие-то кусочки кода на те машины, где эти данные находятся, и это таким образом будет процесситься при помощи большого количества машин, а в идеальной ситуации еще и как бы это будет на тех же машинах, на которых эти данные и находятся. И, соответственно, все будет получаться намного быстрее. В принципе, API Spark, кроме того, что он модный, прикольный, молодежный, похож на стрим API, если вы знакомы, он еще и как бы работает именно таким вот образом. Теперь мы говорили о том, что типа Adobe Spark обязательно это связано. Вот это определение Spark. То есть это официальная компания Databricks, которая выпустила его уже сколько лет, 5-6 назад получается. Здесь слова Adobe нигде нет. То есть Spark это типа engine для того, чтобы данные процессить. То есть это просто API, при помощи которого удобно писать код, который будет процессить данные, плюс при этом еще будет задействован кластер. Значит, идея зародилась на самом деле в компании Microsoft, но об этом все молчат. И официально они все говорят, что типа это университет Berkley в 2009 году примерно начал вот что-то такое разрабатывать. Первый релиз у них вышел 6 лет назад. В январе вышел 6-й Spark, который, наверное, в продакшене до сих пор, то есть Spark 1.6, извиняюсь. И, наверное, до сих пор он в продакшене самый популярный, потому что второй Spark вышел примерно там год с небольшим назад. Стабильный он стал чуть меньше года назад. Большие вендоры, которые работают со Spark, еще не везде его полностью до конца хорошо, грамотно поддерживают. Поэтому сейчас все на него переезжают, но еще далеко не все переехали. Поэтому в процессе доклада я подумал, как бы можно было сразу на втором Spark начать писать. Но, во-первых, вам будет намного более понятна идея второго Spark, если мы начнем со Spark 1.6. Потом мы добавим новые вещи, которые появились года 20 назад, типа датафреймы. Потом мы уже попытаемся, если останется время, переехать на Spark 2 и посмотрим, как у нас все развалится. И что надо будет сделать, чтобы это починить? То есть насчет совместимости кода. Кто знаком немножко с языком Scala, он, наверное, знает, что Scala – это прекрасный, замечательный язык, придуманный математиком Мартана Мордерски, Адерски, но обратная совместимость и Scala – это как бы несовместимые понятия. Там как бы между версией 2.10 и 2.11 уже как бы все разваливается. Соответственно, Spark немного от этого тоже страна. Это когда вы мигрируете на более новые версии Spark, а очень часто это чувствует. API, то есть сам Spark написан на Scala, но API существует и для Python, и для языка Java, и для Java 8 немножко другой API, и для языка R, такой язык, который статистики очень любят использовать. Где мы можем писать Spark? Мы можем писать его IntelliJ, мы можем использовать Eclipse, мы можем писать это в Spark Shell, мы можем писать это в каких-то ноутбуках, и запускать это мы можем, опять же, через те же ноутбуки, Spark Shell, можно собрать из этого JAR, и при помощи Spark Submit запустить это по-настоящему уже на кластер, можно запускать это локально, в принципе, как обычную Java, но для того, чтобы работать с кластером, то есть для того, чтобы запускать Spark не локально, и не только получать удовольствие от красивого, удобного и приятного API, который, в принципе, наверное, более правильно и грамотно написан, чем те же самые стримы 8-й Java, то есть если мы хотим еще и дополнительные бенефиты по перформансу получать и запускать это на кластеры, то нам понадобится какой-нибудь для этого кластер-менеджер. Про него мы сейчас поговорим, но сначала хочется очень важный термин объяснить. Когда вы пишете приложение на Spark, оно запускается в двух разных местах. Начинается это все с драйвера, и когда я говорю драйвер, я не имею в виду вот такое, я имею в виду вот такое. То есть у нас есть где-то наше, допустим, Java-приложение, на которое создается основной объект, который называется Spark-контекст, при помощи которого мы уже используем методы, которые нам предоставляет Spark-API, и часть кода бежит на одной машине, откуда как бы все стартует. Соответственно, можно написать какое-нибудь, например, веб-приложение, какой-нибудь микросервис со спрингом VC, с рестами и так далее, а внутри себя он будет создавать Spark-контекст, который уже будет при помощи кластера обрабатывать и процессить данные, которые нужно вашему приложению процессить. Соответственно, часть кода будет бежать на драйвере, а часть кода будет распределено, рассылаться, и это как бы опять же делает Spark, рассылать на кластер. По поводу кластер-менеджера. Значит, если мы пишем Spark под Adobe, это опять же не единственная возможность, то есть кроме локального и Adobe есть, еще можно писать там под Mongo, можно писать под Кассандру и разные другие варианты, но Adobe, наверное, действительно наиболее популярное хранилище данных, которое чаще всего как бы обрабатывают при помощи Spark-а. У Adobe уже есть такая встроенная штука, встроенный механизм, который называется Yarn, который является кластер-менеджером, и который умеет распределенно запускать джобы, давать возможность их мониторить и так далее, и так далее. И Spark, естественно, им тоже пользуется. Но это не единственный, опять же, кластер-менеджер. Есть Mesops, который не привязан к какому-то конкретному хранилищу. Есть проект Data Stacks, который работает с Кассандрой, и как бы есть многие-многие другие. То есть Spark становится все более и более популярным, и как бы влезает в очень разные, работает с большим количеством распределенных баз данных сегодня. Работает все примерно так. То есть на вашем драйвере, то есть на том приложении, откуда все стартует, создается основной объект, который называется Spark-контекст. И дальше, когда начинает уже работать Spark, если мы его сабмитим на кластер, то информация о конфигурации, как надо сконфигурировать кластер, то есть вы пишете, Spark сабмит, я хочу четыре машины, вот айпишник этих машин, у каждой машины надо взять по два ядра, вот столько-то джигабайтов памяти надо использовать. То есть вся эта информация попадает в этот ресурс-менеджер, который в случае Адупа это будет Ярн. В старых версиях Адупа он сам как бы мониторил, и запускал, и координировал работу любого джоба, но начиная с более новых версиях Адупа, для того, чтобы он не являлся горлышком бутылки, это работает более хитро. Ярн, который получает указание о том, что какую-то джобу надо запустить, допустим, на трех машинах, как вы видите на этой картинке, он выбирает из кластера какую-то машину, которая будет называться Application Master, говорит, ты будешь координировать этот процесс, вот такая вот конфигурация, вот код, который надо будет запускать, и, соответственно, Application Master из кластера выбирает три наименее нагруженные машины, желательно, которые находятся еще поближе к тем данным, потому что данные, в принципе, на тех же машинах сидят, которые надо будет процессить. Там создаются Java процессы, то есть поднимаются виртуальные машины, которые называются экзекьюторы, и таким образом код работает там. То есть, например, у нас есть приложение, которое должно посчитать количество слов в файле, а файл у нас там, не знаю, несколько терабайт. Соответственно, приложение написано очень просто, там какая-нибудь простенькая лямбдочка, и, соответственно, вот этот Application Master, который знает, что эту лямбдочку надо запустить на трех машинах, он ее рассылает на три машины, каждый из машин запускает эту лямбду, подсчитывает количество слов, либо в том куске файла, который есть у него, либо, может быть, опять же, одна машина отвечает за несколько, то есть директорический файл может быть разбит на 10 машин, а для нашего процесса мы используем, не знаю, только две машины, и тогда каждая машина должна будет с пяти других выкачивать эти данные себе. Но это стало будет эффективнее, опять же, плюс у нас, как бы, чем больше ресурсов, тем будет быстрее работать, то есть мы не ограничены. Мы каждый раз при запуске нашего джоба можем сказать, сколько ресурсов надо взять. Если нам важно, чтобы это выполнилось быстро, мы, соответственно, будем просить больше ресурсов. Вот. Таким образом, значит, каждая машина выполняет вот эту лямбду или там несколько лямб, подсчитывает конечный результат, отсылает это на Application Master, он все это дело суммирует и в конечном итоге сообщает, типа, джоба выполнена, вот, конечно, результат этой джобы. Ну, как я уже сказал, то есть получается, часть кода, она начинается все с драйвера, потом это распределяется на кластер, потом это обратно, в конечном итоге, возвращается на драйвер. Мы начинаем теперь уже обсуждать именно API Spark и начнем с первого, который был, это RDD. Сегодня они по-прежнему в определенных сферах популярны, поэтому в любом случае информация, которую мы сейчас поговорим, она в любом случае важна, хотя, опять же, более новый Spark, который второй, он уже не совсем с RDD работает, он работает с другими видами коллекшенов, но в любом случае для понимания хорошо начать с этого. Значит, что такое RDD? Все знают, что такое коллекшн, правильно же? Все знают, что такое лист, что такое сет и так далее. Значит, RDD – это тоже такой коллекшн, но он особый, он распределенный, он сидит не на одной машине, а на большом количестве машин и предоставляет определенный API, который не имеет тот же самый API обычного коллекшна и намного больше это похоже на API стримов. Что такое RDD? R – это resilient, то есть resilient – это, ну, давайте начнем с конца, значит, RDD, D – это последнее, это датасет, то есть, ну, типа коллекция данных. Distributed – это обозначает, что эти данные не сидят в одном месте и распределены, а resilient обозначает, что хрен убьешь. Ну, то есть, там, типа, если в лаву сбросить, то, как бы, наверное, да. То есть, если у вас в кластере отвалилась какая-то машина, на которой находился кусок RDD с какими-то данными, то ничего не произойдет, данные вы не потеряете, просто потратится лишнее время, опять перезапустится процесс, который этот кусок RDD построил, и таким образом все восстановится обратно. Откуда мы можем получить RDD, да? То есть, ну, если мы работаем с листом, мы пишем там URA list, опа, вот у нас есть лист, и можно, как бы, использовать его методы. Для того, чтобы получить RDD, это не совсем так тривиально, то есть, тут надо использовать, опять же, спарковский API, но из какого источника мы можем собрать RDD? Значит, первый вариант – это из файлов или из директории. То есть, при создании RDD мы можем сказать, типа, вот возьми вот эту директорию, которая у нас в Адупе лежит, например, и все файлы этой директории, пожалуйста, мне как бы собери в RDD. Можно это сделать из памяти, ну, то есть, вы можете взять лист и конвертнуть его в RDD, это обычно для тестов используется. То есть, вы написали какой-то сервис, который на вход принимает RDD, и на выход там что-то дает, вы хотите его проверить. Вы не хотите для теста сейчас реально начинать читать данные из диска. Соответственно, вы можете просто из памяти собрать RDD, да? То есть, создали лист и конвертнули его при помощи Spark API в RDD. Ну, и самое часто используемое, это когда RDD создается из другого RDD. Вы знаете, что такое immutable объект, да? То есть, это объект, который не изменяется, например, стринг. У стринга есть методы, типа, toUpperCase, toLowerCase, но эти методы не меняют данный стринг, а они возвращают новый стринг, уже измененный. То же самое с RDD. Так же, как и в стримах. То есть, каждый практически метод у RDD, он возвращает новый RDD после того, как эта трансформация произошла. Вот вам примеры. Значит, если я хочу создать RDD RDD из текстового файла, то я пишу Spark Context. Ну, как создать Spark Context, я чуть позже покажу. Spark Context, текст файл, указываю, значит, локейшн своего файла и получаю RDD стрингов. Как вы думаете, эти стринги это что? Это строчки, так же, как в стримах, да? Это строчки данного файла. Если я пишу, ну, опять же, тут можно и вайлкарды использовать, можно, соответственно, саду почитать, можно локальные файлы читать, можно там с Амазона файлы читать и так далее, и так далее. Причем тут часть примеров на Scali, часть примеров на Java, но все достаточно консистентно, все достаточно похоже. Если я хочу создать из памяти для теста, видите, у нас есть замечательный метод Parallel Alize, который тоже есть у Spark Context, который принимает лист и конвертирует его, соответственно, в RDD. И дальше пошли работать с RDD, пошли играться. Значит, что такое Spark Context, как его создают? В мире Scala он называется Spark Context, в мире Java он называется Java Spark Context, и это как бы входная наша точка в API Spark. Для того, чтобы создать Spark Context, все очень просто. Вы создаете сначала объект, который называется Spark Conf, ему надо передать кучу всяких разных параметров, и эти два минимальные, я буду пользоваться только ими, название нашей джобы, и кто мой мастер. Вот если я хочу Spark запускать локально, вот типа хочу просто поиграться, поучить API Spark, то вы говорите setmaster local, и вот эта звездочка обозначает, сколько коров я хочу, чтобы Spark взял. Тут я говорю, типа, бери все, которые есть. Можно сказать, типа, возьми два кора, и так далее. Понятно, что когда запускаю это дело под production, то эта конфигурация не будет захардкожена прямо в коде, а будет подаваться извне. Ну и после того, как эту конфигурацию я настроил, создается Java Spark Context, туда передается эта конфигурация, и дальше этот Spark Context у нас есть. Теперь, поскольку мы для продакшена и для локальной разработки, естественно, эту Spark конфигурацию будем настраивать по-разному, там на самом деле достаточно забавная вещь. Вот с вашей точки зрения, если у меня есть конфигурация, которая захардкожена, но я запускаю свое Spark приложение из командной строки, и делаю там Spark, submade, название jar, в котором у меня main, в котором создает этот Spark Context, и передаю конфигурацию. Вот какая конфигурация должна победить? Та конфигурация, которая извне подается, или та, которая захардкожена? Вот по логике. Извне, да? Ну как бы логично, что извне, а вот нет. Та, которая захардкожена, она все перезадавит. Поэтому, соответственно, если я хочу, чтобы мой продакшен и мой локальный сервак работал по-разному, и кто знаком со Spring? О, отлично, прекрасно. То есть вы, наверное, знаете, что в Spring есть профиля, которые можно настраивать. Я прописываю два бина. Естественно, я не строю объекты через нью. Я все делаю Spring. И Spring совершенно по барабану, какие объекты создавать. Я делаю два бина. Один под профилем продакшен, в котором у меня никакой конфигурации нету, потому что в продакшен она будет подаваться извне. И для локальной я даю какую-то конфигурацию, которая мне всегда нужна локально. Окей, то есть таким образом мы можем пользоваться плюшками Spring, даже если мы работаем со Spark по Java. Значит, теперь давайте поговорим про методы, которые есть у RDD. Вот мы создали Spark-контекст, мы считали какой-то файл, и у нас появился какой-то RDD. Теперь мы хотим начать эти данные процессить и обрабатывать. Вот это вот основные функции, которые есть в RDD. Если вы знакомы со Stream API, кто знаком со Stream API восьмой Java? Ну, то есть, соответственно, вам это все достаточно должно звучать похоже. То есть, Map – это для того, чтобы трансформировать данные внутри нашей RDD-коллекции. Flat Map – мы сегодня этим будем пользоваться на примере первом же. Это в случае, если я хочу сделать one-to-many. То есть, у меня, например, есть много строчек, а я сейчас хочу эту строчку разбивать на слова. То есть, если функция Map делает мэпирование один к одному, и когда вы вызвали у RDD метод Map, то на выходе у вас будет другой RDD, в котором будет ровно такое же количество элементов, как было в первом, но после того, как они пройдут трансформацию при помощи той функции, которую мы забросим в этот мэп. А если я хочу взять предложение и разбить его на слова, и сделать так с каждым предложением, то мэпирование один к одному не подойдет, и для этого используется функция Flat Map, которую мы чуть позже посмотрим. Опять же, я не буду сейчас входить совсем уж в дебры, поэтому это мы оставим. Теперь есть второй вид функции. Эти функции, первые, которые я показал, в стримах это называется Intermediate Operations, и все эти функции возвращают стрим обратно после того, как с ним произошла фильтрация, трансформация, мэпирование, Flat мэпирование и так далее. В Spark это называется Transformations. То есть, вот эти все методы, которые были тут, это трансформации. Есть методы, которые называются терминальные операции в стримах, в Spark это называются Action. Это методы, которые по факту уже запустят всю цепочку всех наших фильтров, мэпов и так далее, и они уже не возвращают RDD обратно, они возвращают какой-то конечный результат. Теперь давайте на диаграммке посмотрим, как это происходит. Вот у нас есть какие-то данные, допустим, файл с текстом Pink Floyd. И я сейчас хочу его процессить. Я его вытянул сначала отсюда, SparkContext.TextFile, передал название файла, получил первый RDD. У этого первого RDD я запустил какой-то метод, получил второй RDD, на него вызвал какой-то метод, получил третий RDD. И в конечном итоге я вызвал Action и получил, соответственно, какую-то выгоду, какую-то пользу, ну, как бы конечный результат, который я хотел получить. Вот. Соответственно, все вот эти вот трансформации, которые происходят с RDD, естественно, выполняются на кластере. Ну, а все, что там, как бы, после и до, это запускается на драйвере, то есть на одной машине. Вот. И все это, естественно, точно так же, как в стримах работает лейзи. То есть Spark умный, в отличие от стримов Java 8, он оптимизирует все намного круче. И, соответственно, как бы, почему это все работает лейзи? Потому что Spark хочет проанализировать цепочку всех операций, через которые пройдут ваши данные, для того, чтобы это сначала как-то соптимизировать. То есть, например, вы говорите, я хочу отфильтровать по такому-то признаку, а потом еще раз фильтровать по такому-то признаку. Spark возьмет и склеит эти два фильтра вместе, для того, чтобы, как бы, не проходиться по всей вашей коллекции дважды. Ну и так далее. Значит, все, как бы, основные функции Spark, они находятся в такой штуке, которая называется каталист, которая описывает, как они работают, и, как бы, благодаря этому каталисту, Spark знает, какие вещи там местами можно менять, какие вещи склеивать можно, как это делать. И, таким образом, он, как бы, это все, естественно, оптимизирует перед тем, как он выполняет. Соответственно, если никакой экшен мы не запустили на последний наш RDD, вообще ничего не будет выполняться. То есть, объекты, как бы, создадутся, но они не начнут запускать те функции, которые вы лямбдами набросали внутрь, там, вот этих фильтров, мэпов и так далее. Теперь давайте поговорим про первую проблему, связанную с перформансом. Если у меня вот этот кусок выполняется 10 минут, а дальше у меня разветвление, да, там мальчики направо, девочки налево. И вот там для мальчиков одна минута, для девочек еще одна минута. Сколько всего минут это должно выполняться? То есть, казалось бы, должно быть 12 минут, да? То есть, 10 так, и потом еще сюда минута, сюда минута, в сумме 12 минут. Так вот, нифига. Это не будет работать так, это будет работать 22 минуты. Кстати, если бы вы сделали то же самое в стримах, что бы случилось в стримах, был бы exception, потому что стримы, они не reusable. И, соответственно, если мы вызвали один раз уже экшен на нашу цепочку, а потом еще раз вызываем экшен, а куски этой цепочки уже были использованы, то вылетает exception, типа, чувак, это уже было. То есть, это уже not reusable. А в спарке это работает не так, как в стримах. Спарк просто скажет, ну, не вопрос, я сейчас всю эту цепочку прогоню по-новому. То есть, каждый экшен, он анализирует от самого начала все, что надо сделать. Получается очень неэффективно. Вот. То есть, это как бы, вот эта часть, которая общая, она выполняется дважды. Причем, очень часто бывает, что, на самом деле, у нас не разветвление, а там раздесятерение. То есть, я там, не знаю, раз, два, три, четыре, пять, это общее, а потом я хочу и отсюда пойти, и сюда пойти, и сюда пойти. И каждый экшен, это по-новому эти 10 минут будут умножаться. Вот. Значит, что бы мы сделали в стримах для того, чтобы решить эту проблему? В стримах мы бы сделали какой-нибудь коллект, да? Собрали бы это все в какой-то новый лист, и потом бы из него бы опять брали бы по-новому стрим и продолжали бы дальше, да? Вот. Знаете компанию GetTaxi? Вот. Это израильская компания, которая написала, то есть, у них есть очень много всякой логики, которая обрабатывает там поездки водителей, для того, чтобы там, не знаю, как-то эффектировать их внутренние там процессы. У них все написано на спарке с питоном. Ну, по крайней мере, три года назад я их консультировал, у них было так. Так вот, они тоже попробовали делать коллект, и у них получилось три года назад вот такое. Понимаете, почему это происходит? Причем чувак там говорил, ну как же, у меня же, я же добавил, у меня сейчас 16 машин, у каждой машины 64 гига памяти, и когда мы там процессим какую-то табличку, которая там S3 берется, и в ней там 30 гигабайт, все нормально, а когда там 100 гигабайт, у меня out of memory. Ну как же такое может быть? У меня же общее количество памяти намного-намного больше. Когда вы сделали коллект, вы вытянули все данные, то есть коллект это, во-первых, терминальная операция, это экшен, и он собирает со всех экзекьюторов вот эти куски RDD, которые они хранят, в одно место, то есть драйвер, естественно, там случается out of memory. Поэтому так это не работает, и для того, чтобы решить эту проблему, надо использовать persist. То есть в отличие от стримов, у которых такого метода нет, у RDD и у более новых API тоже этот метод никуда не пропал. Он называется persist. У любого RDD можно вызвать persist, сообщить еще, видите, там такой тип, ну не и нам, это такие методы статические, которые говорят, куда это надо сохранять. И что тогда происходит? То есть когда у меня запускается экшен от RDD 5, вся эта цепочка прогоняется, но RDD 4 из-за того, что он делает persist, например, мы выбираем там memory and disk. Memory and disk говорит, все, что можно сохранить в памяти, память закончилась, сохраняя на диск локально. Но это все равно намного лучше сохранить на диск локально, чем опять это брать откуда-то с какого-то источника и прогонять через все предыдущие действия. И таким образом каждый экзекьютор, свой кусок RDD на этапа persist записал куда-то, либо там себе в память, либо там себе локально и так далее. Ну и, соответственно, когда мы запускаем экшен от RDD 6, умный спар говорит, нет, чуваки, я сейчас не буду этот RDD 4 вычислять с самого начала, потому что он же у меня запистины есть. И тогда, соответственно, это продолжается оттуда, и проблема перформанса решается. Теперь давайте поговорим о том, на чем мы будем сейчас писать. Ну, то есть тут как бы есть глобально два варианта. Писать на питоне это несерьезно. Я могу сказать лично из опыта, то есть мы сейчас вот курируем проект для, как-то себя верит перевести на русский, ну, летная промышленность. Ну, то есть самолеты посылают какие-то сигналы, эти сигналы накапливаются, это бигдаты, это все надо в релтайме процессить, и там какие-то предикшены делать, говорят, ой, там этот самолет уже что-то там, как-то судя по анализу данных, которые от него приходят, он явно летит не туда, этот уже, по-моему, сейчас разобьется, идти столкнуться. К нам пришли ребята и говорят, мы хотим писать только на питоне, потому что мы не знаем никакие другие языки, давайте на питоне. Мы сказали, ну, хотите, это не очень хороший день, давайте попробуем. Три месяца они мучились, и в конце сломались, и сказали, ладно, хорошо, хрен с вами, давайте на скалу переходить. То есть питон это очень классная штука, и, в принципе, в мире бигдата, он тоже применяется очень много, но он применяется не для самой бигдаты, он используется как какой-нибудь там BI-инструмент. Процессить с его помощью бигдату, это неэффективно, это неудобно, и написать большой интерпризный проект на питоне, это как бы жесть, который будет очень сложно поддерживать. Поэтому мы про это сейчас говорить не будем, и у нас остается такой достаточно тяжелый выбор, Java или скала. Поднимите руку, кто знает скалу. Я понял, значит, не такой тяжелый выбор. Значит, этот слайд вы должны оценить. Что думает о скале обычный Java-девелопер? Мой опыт говорит, что примерно вот такое. Много китайского, какие-то трейты, какие-то паттерн-матчинки, название каких-то экторов и так далее. Причем это не обычный, это продвинуто еще. Обычный даже этого не знает. Хорошо. Давайте все-таки сравнивать API. Как вы думаете, что делает этот код? То есть мы при помощи Spark-контекста, который чуть раньше был создан, выкачиваем там какой-то файл. Теперь я имею строчки. То есть мой RDD создает из строчек. Я хочу у каждой строчки взять длину. И таким образом у меня теперь есть уже RDD длин. То есть если были RDD строчек, то теперь это RDD интеджеров или лонгов. После этого я хочу это все средюсить. И используется вот этот оператор, который я называю жопа. Он так достаточно напоминает. И таким образом, что такое редюс? Редюс это когда вы передаете функцию одну, на примере которой Spark понимает, или любой другой аналогичный API понимает, как надо будет соединять элементы между собой. В данном случае я говорю, берешь левый элемент, берешь правый элемент, между ними плюс, и вот так и соединяй. Ну и дальше соответственно каждый экзекьютор сначала средюсит свои данные у себя, потом все эти средюсенные данные попадут на этот application master, он средюсит все эти результаты, и у нас получится конечный ответ. Это код на скале. Теперь смотрите код на Java. О как! Да, и соответственно напрашивается вывод. Но это не совсем честно, потому что этот код, который я вам показал, это Java 7. А на 8 Java все выглядит, согласитесь, достаточно похоже. Более того, это можно даже сделать еще красивее. Ну вот вместо того, что писать A, B, A плюс B, можно написать integer 4 точки сам. Ну типа я передаю функцию, которая как бы объясняет, как надо суммировать любые два элемента. Функция сам. И все. И получается оно может быть даже читабельнее в чем-то. Так, значит миф второй, что Spark все-таки надо писать на скале. Давайте мы попытаемся продолжить дальше. Вот надо собрать как бы типа все за и против. Значит за скалу. Почему надо писать на скале Spark? Ну один из аргументов, типа скала это круто. Java уже устарела, скала хипстерный язык, она более модная, она круче, она проживет дольше. Все, скала это круто. Что мы можем сказать за Java? Зацените фразу. Еще плюсы за скалу. У скалы более лаконичный, удобный синтекс. Особенно вот все, что связано с такими видами API. Ну за Java у нас есть знакомый нам мир. Вы знаете, что для того, чтобы начать хорошо работать на скале, у меня был такой случай, я во Львове читал аналогичный доклад, и ко мне подошел в конце доклада человек, лет на 50, и говорит, как-то вот все-таки я чувствую, что скалу ты не очень любишь. Я говорю, ну как бы я в принципе не то, что не очень люблю, я просто пытаюсь объяснить, что если человек хорошо знает Java и хочет работать со Spark, ему не обязательно вот сейчас все бросить и начать учить скалу. Он говорит, нет, ну я чувствую, что ты скалу не любишь, ты там жопу говорил, еще какие-то некрасивые слова. Я говорю, ну как бы шутил, смешно, он говорит, нет, вот ты не любишь. Я говорю, ну да, признаюсь, мне на Java писать комфортнее. А ты на скале пишешь? Я говорю, пишу. Он говорит, давно? Я говорю, ну где-то полгода на тот момент было. Он говорит, нет, ну как бы за полгода ты не можешь понять. Это хотя бы три года надо писать на скале для того, чтобы действительно проникнуться. Сейчас я как раз приближаюсь к этим трем годам и я действительно начинаю проникаться. Там есть определенные плюсы, есть очень красивые вещи, но вы должны понимать, что для того, чтобы хорошо писать на скале, недостаточно выучить синтекс. Если вы очень хорошо знаете Java и вы очень хорошо умеете работать с Spring, и знаете Reflection, и умеете использовать дизайн паттерны правильно, вот все ваши знания вам скорее всего будут мешать в мире скалы. Там все по-другому. Там другие концепции, там другие подходы. Поэтому, если вы ее не знаете, но вы хотите работать со Spark, не торопитесь сразу бежать в скалу. Продолжаем все-таки за и против. Spark API заточен под скалу в первую очередь, потому что Spark пишется на скале. Ну тут как бы мы не можем ничего крыть, можем только повторяться. А тут плюсы продолжаются. Java API выходит чуть-чуть позже, и не всегда там все есть, как в скалу API, и как бы мы опять ничего не можем на это сказать. Тогда возникает вопрос, чем же мы будем крыть, как мы все-таки как бы, если мы хотим писать на Java, нужно найти для начальства аргумент. Вот у нас два года назад решался вопрос, там очень был большой длинный проект, и надо было решить, скала или Java, скала или Java. Я нашел вот такой аргумент. Разбор полетов, слушайте. Поднимите руку, кто знает такую замечательную передачу для программистов, Разбор полетов. Вот, да. По-моему, 105 выпуск, 104 выпуск, когда про это говорили. Компания, которая, то есть на самом деле это не совсем так, то, что здесь написано, то есть скала жива и развивается и так далее, но очень важная вещь изменилась. В 2016 году компания, которая поддерживает, как бы производила скалу, которая называлась TypeSafe, она просто закрылась, потому что они пришли к выводу, что денег они не заработают. То есть если раньше они жили надеждой, что люди отдумаются, бросят эту дурацкую Java и перейдут наконец на нормальный язык, этого не произошло. И в конце 2015 года был очень большой сэкер, сэкер, как на русском сэкер, ну, опрос, да, был очень большой опрос, и этот опрос показал, что Java там опять на первом месте, а скала на каком-то 40-ом была. Даже Groovy был на 20-ом тогда. И это при том, что тогда скала достигла типа пика популярности, потому что как бы появилось очень много классных API-ов, и они специально делали API на скале классные, а когда пытались сделать аналогичный API по Java, они его делали очень корявым, по двум причинам. Во-первых, они сами не очень как бы хорошо на Java умели писать, потому что люди, которые давно пишут на скале, они уже начинают думать по-другому. А во-вторых, потому что они не сильно старались. Потому что зачем? Потому что цель-то какая? Показать какой классный API. Вот вы смотрите там какие-нибудь Actors, или какой-нибудь там Play, или Ака, да, или там тот же самый Spark, и говорите, блин, какая классная вещь. Ну, на Java очень неудобно. Давайте попробуем на скале. И вот у них была такая бизнес-модель. Но эта бизнес-модель не сработала, и компания, господи, Lightband, которая продолжила жизнь скалы, а на скале у нас будет другая бизнес-модель. Мы не будем пытаться силой заставлять людей переходить на скалу, потому что это приведет к тому, что люди перестанут использовать продукты, которые пишутся на скале. Давайте начнут появляться какие-то альтернативные конкурирующие. И поэтому у них подход такой, что они взяли кучу Java-евангелистов и сказали, типа, мы пишем на скале как мы считаем нужным, а вы, пожалуйста, перепишите это так, чтобы люди это любили. Вот. Это вот тоже очень важный слайд. Когда вы пытаетесь принять решение выбрать скалу или джаву, вы можете наткнуться на кучу всяких разных статей, на кучу всяких разных примеров, которые уже давно не актуальны. Если посмотреть, что сегодня пишут, вот красным, да, прочитаем, датасет, это последний API второго спарка, датасет API is designed to work equally well with both Java and Scala. То есть они складывают, и сегодняшний современный API между Spark, между Java и Scala практически не имеет никаких различий. Ну, насчет того, что Spark и Sprint несовместимы, я вам уже показывал, что я использую Spark, например, хотя бы для того, чтобы настроить там разные профили у себя. И давайте все-таки мы перейдем на код. Так, значит, я вам уже говорил о том, что для того, чтобы работать со Spark, вам не нужен какой-то там Docker, какой-то Kubernetes. Вы просто берете в POM, добавляете там вот этот Spark Core себе в проект, и давайте писать код. Значит, смотрите, что у меня уже есть. Вот у меня есть тест, который падает. Видите, на pointer exception. Что я хочу делать в этом тесте? Вы же помните, наша конечная задача понять, что лучше, тексты Pink Floyd или тексты Britney Spears. Поэтому я начинаю такие вспомогательные сервисы писать. И у меня есть сервис, который называется TopX. Этот TopX принимает RDD с данными и количество наиболее популярных слов, которые я должен найти. То есть, например, в данном тесте, видите, у меня есть какой-то текст, который состоит из трех элементов. В первом элементе только Java, в втором элементе только Java, в третьем элементе Java, в четвертом Java, в пятом, а, ну тут шесть элементов, короче. И мне надо понять, что здесь самое популярное. Значит, я запускаю метод TopX и я ожидаю, что у меня вернется лист самых популярных слов, в котором будет один единственный элемент, потому что я попросил, чтобы был один. И там этот элемент должен быть Java. Вот. Я его запустил и у меня null pointer exception. Почему? Потому что я еще не написал никакой код и это хочу сделать при вас. Заодно мы немножко посмотрим на API. Значит, смотрите, как это работает. Поехали. Пишем код. Так, значит, что нам нужно сделать вначале? Lines это RDD, я вам напоминаю. Дальше мы берем у этого RDD сначала, ну надо все за lowercase, наверное, да, потому что, опять же, есть слова большими буквами, маленькими буквами, и там, да, мы не хотим к этому относиться, поэтому мы делаем map и вызываем функцию string to lowercase. Все. То есть мы мы трансформировали нашу коллекцию и теперь у меня точно такое же количество строчек, как и было, но они все lowercase. Теперь мне надо разбить все на слова. Для того, чтобы разбить все на слова, мы используем функцию flatmap, которая на вход принимает, то есть функцию, которую я должен передать во flatmap, она на вход будет принимать строчку, а на выход должна отдавать, в Spark 1.6 надо отдавать лист элементов, и в конечном итоге все вот эти вот маленькие листы, которые вернутся против каждой строчки, склеятся в новый RDD. А со Spark 2 надо возвращать итератор. Ну тут у меня еще пока Spark 1.6, поэтому, тем более, что все равно метод я вам не покажу. У меня есть замечательный метод, который находится в WordUtils, который называется getWords. Ну хотя, что не покажу, покажу. То есть, видите, метод принимает какой-то текст, а возвращает лист, ну в моем случае, лист слов. И я этот метод прокинул в функцию flatmap. То есть теперь у меня были строчки, теперь у меня уже слова. Что мне теперь нужно сделать дальше? Дальше мне нужно эти слова завернуть в такие объекты типа pair. Напускали, они называются словом tuple. Причем там с этими tuple еще прикольно. В Java всегда не хватало класса pair, правильно? То есть класс pair, понимаете, да? То есть, например, hash map состоит из pairs. С какой-то Java добавили, что есть entry внутри мэпы. С седьмой Java добавился jar java.fx, в котором есть класс pair, но это все равно не нативный класс джавовский. А в скале есть tuple. Причем у них там очень смешно. Есть tuple от 2, tuple от 3, tuple от 4, tuple от 5 и до 22. Почему 22? Я, честно говоря, кто-то когда-то объяснял, но подзабыл. Ну, видимо, потом несчитабельный код начинается. Мне сейчас надо все мои слова завернуть в эти tuple, чтобы было так, слово против единички. Потому что в конечном итоге я хочу делать операцию reduce. И когда я буду делать операцию reduce, я хочу эти единички складывать против одинаковых слов. Но сначала мне надо трансформировать мой RDD в другой подвид RDD, который называется pair RDD. Потому что у pair RDD будет намного больше методов. То есть, например, метод reduce by key. Вам звучит логично для обычного RDD? То есть представьте, что у вас есть лист или какая-то коллекция, и вы говорите reduce by key. А что такое key? А вот если мой RDD наполнен объектами типа pair, то первая часть это pair считается ключом. И тогда reduce by key имеет место быть. В Scala API нету таких подвидов. Там все называется RDD. Просто у Scala очень умный компилятор. И в зависимости от того, чем этот RDD наполнен, вам даже IntelliJ будет комплитить. Типа, есть метод reduce by key или нет метод reduce by key. Ну и компилятор Scala будет плеваться, если вы попытались вызвать метод reduce by key на RDD, который не наполнен этими таплами. А в Java, ну в Java не такой умный компилятор пока еще, хотя она развивается. Да сколько же там ей лет? Еще молодая. Вот, значит, мы вызовем... Что мы вызовем? Мы вызовем вот этот вот map to pair. Видите, и map to pair возвращает уже java pair RDD, у которого будут дополнительные методы. Map to pair хочет от меня принять функцию, которая на вход принимает в данном случае слово, ну потому что у нас RDD слов, а на выход надо возвращать какой-то тапл. Тапл от двух. Значит, соответственно, вот у меня ворд на вход, а на выход мы делаем new, создаем тут тапл, и в этот тапл кладем ворд против единички. Правильно? Отлично. После этого мы можем это все средюсить по ключу, и мне надо передать функцию, что надо делать со вторым значением. Правильно? Ну то есть для всех общих ключей, то есть они как бы там table 1, table 1, table 1. Я хочу, чтобы было table 3. То есть я сейчас должен объяснить вот эти единички, что с ними делать. Вот в скале я бы как раз бы жопу бы и написал. А тут мы будем писать integer 4 точки сам. Да? Или можно lambda A, B на вход и A плюс B на выход. После того, как мы это сделали, что мы хотим сделать? Сейчас мы хотим отсортировать, потому что мы ищем самые популярные слова. Значит, мы вызываем метод sort, by key, и вот тут проблемка, что есть только sort by key. А мне не нужен sort by key, мне нужен как бы sort by value, а sort by value нету. Поэтому что можно сделать? Можно эту тапл перевернуть на время, а потом максимум мы его твистанем обратно. Вот. Такой известный трюк используется. Соответственно, я опять вызываю метод map2pair, потому что я опять парой буду возвращать, опять таплы. И здесь я вызову у тапла, есть замечательный метод, который называется swap. Он специально для этого и сделан. Тапл, почему? А, 4 точки, правдон, тапл, swap. Вот так. Теперь у меня, если посмотреть, что у меня будет сейчас, у меня сейчас будет rdd, видите, integer против стринга. Раньше у меня был string против интегера, то есть table 3. А теперь мы это свопнули, и сейчас все наши элементы внутри rdd перевернулись. И теперь у меня есть сколько против... Вот теперь я могу, соответственно, сортировать по ключу. Да? Причем сортировать по ключу, наверное, нужно в обратном порядке. Поэтому сюда надо поставить слово false. Супер читабельно. Вот. Ну, не только же на скалу наезжать, да? Надо и на Java немножко наехать. Ну и после того, как мы это все отсортировали, мы можем вызвать метод take, который вернет уже на драйвер нужное количество элементов, и это x. Ну, потому что меня же попросили сделать вот так, да? x популярных, все. Теперь я могу поставить тут return. Теперь я могу вот это все стереть. И теперь я могу вот это все запустить. Опа, что у нас еще не так? А! Пардон, 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 пардон. Если я... Мне же... То есть вот этот take x возвращает элементы нашего rdd. А элементы нашего rdd это tupl. Мне же не надо возвращать tupl. Мне надо возвращать только... Какую же часть? Я уже не помню. После того, как мы перевернули, у нас как раз слова оказались справа. То есть мне надо правую часть. Значит, перед тем, как я буду делать take x, я сделаю map. Да? И у этого... Ну, то есть мне уже не нужны tupl, поэтому я вызываю обычный map, который вернет обычный rdd, не с tupl. И мне надо взять вторую часть. То есть мне сейчас у объекта tupl надо вызвать метод, который вернет его вторую часть. Зацените, какой красивый у них есть метод для этого. Вот. Он называется вот так. Ну, а с другой стороны, как бы, ну а что? Это анонимный метод. Ну, как не то, что анонимный, но как его назвать? Верни вторую часть, потому что у них же есть tupl 3, tupl 4, tupl 5, что для всех писать слова. Вот. И теперь у нас все замечательно. Мы запускаем тот же самый тест, и он, по идее, пройдет зелененьким. А теперь мы пока попытаемся, группу Beatles знаете? У группы Beatles есть песня Yesterday. Вот, если сейчас мой тест пройдет, вот, видите, он зеленый, все, тест прошел. То есть после того, как мы написали этот код, тест стал проходить зеленым, теперь я знаю, что мой метод работает правильно, я хочу его применить в продакшене. Я иду в main. У меня в main написан, видите, то есть я создаю тут контекст спринга, из контекст спринга я вытаскиваю такую штуку, у меня Artist Judge есть, это такой мой сервис, мой сервис, он пока со спарком никак не связан, но в него инжектится спарк-контекст, и он уже там начинает, вот он создает RDD, он принимает название артиста, у меня заранее просто подготовлены данные локально, и, соответственно, я из имени артиста понимаю, как называется папочка с его песнями, из этой папочки я считываю все строчки, и потом я запускаю метод, который мы только что с вами написали, он работает хорошо. Так вот, если я сейчас возьму и сделаю это для Beatles, а у меня для Beatles, честно, только песня Yesterday лежит. Какое будет самое популярное слово в песне Yesterday? Yesterday, да? Yesterday думайте, точно Yesterday, вот проверим. Вот она запускается, запускается, и у нас самое популярное слово это I. И тут я понимаю, что в принципе, если я сейчас при помощи нашего кода начну сравнивать Бритни Спирс с Pink Floyd, то, наверное, они действительно покажутся абсолютно одинаково, потому что, наверное, слово the, или слово this, или слово I, то есть есть какие-то мусорные слова, и этот мусор надо удалять перед тем, как мы начнем подсчитывать популярные слова. Поэтому возвращаемся в наш код, и мы говорим, что было бы неплохо здесь сделать какой-то фильтр. Значит, теперь смотрите, я уже, опять же, заглушку себе подготовил, у меня есть вот такой вот файлик, который называется User Properties, в котором у меня есть property, который называется garbage, и тут я перечислил всякие разные мусорные слова, которые я считаю, что надо удалить перед тем, как мы будем заниматься подсчетами. И там вот есть и Z, и там есть и A, и всякие разные другие слова, которые я считаю мусорными словами. Вот эта штука у меня инжектится в, то есть у меня есть такой User Config, который является binom Spring, а тут я использую собака Value, и я сюда как бы типа инжекчу все эти мусорные слова. Теперь что я делаю дальше? Я иду в свой этот сервис, я, поскольку это же сервис, это же сервис Spring, объект сам строится Spring, то есть он, когда вызывается его метод, он начинает использовать Spark. Ну сам объект, уже 15 минут осталось. Да-да-да, так, хорошо, давайте ускоримся. Значит, я сюда инжекчу, я сюда инжекчу private, этот самый User Config, User Config, User Config, вот так. В этом User Config есть property, которое называется garbage, и я здесь сейчас скажу, сделаем фильтр, на вход этот фильтр принимает слово, а на выход этот фильтр будет говорить, чтобы не вот этот User Config, только точка garbage, contains, вот это слово, правильно? Все, мы отфильтровали мусорные слова, мы сейчас это все запускаем, и у нас это сейчас все упадет. Знаете, почему это все упадет? Потому что, что в принципе вот изменилось? Ну, падай, 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 сейчас я exception просто покажу, сразу станет может быть понятно. Видите, у нас там что-то с сериализацией случилось. Весь код, который был написан до того, как я начал пользоваться вот этим User Config, он не использовал никакой state. То есть у меня были голые лямбды, которые тупо рассылались по экзекьюторам, и там они запускались, и процессили эти данные. Но как только внутри лямбды я начинаю использовать какие-то объекты, которые у меня созданы на драйвере, с этим нет никакой проблемы. Spark умеет их тоже сериализовывать, десериализовывать, но надо сериалайз был прописать. Поэтому мы говорим, что наш User Config, он должен быть сериалайзабл, а он, кстати, да. И в чем же тогда проблема? А знаете, в чем проблема? А проблема в том, что этот User Config, он является частью нашего сервиса. То есть здесь же можно написать ZIS, правильно? То есть вот этот ZIS, он теперь тоже должен быть сериалайзабл. В принципе, это на самом деле глупость. По идее, это не должно так работать, но Spark, видимо, страхуется, и он на всякий случай сериализует сам объект сервиса тоже. Поэтому я должен здесь тоже поставить сериалайзабл, и у нас все будет работать хорошо. Продолжаем разговор. Ну, сейчас, естественно, Естеды вылезет на первое место. Ой, блин, я даже не заметил, что под девятой джавой запускаю. Как-то вот игрался-игрался с ней, думал, какой ужас, надо вернуться на восьмую. Ну, вот видите, работает девятая джава. И теперь Естеды стала первая. Ох, кто-то скажет, ну, ох, а что ох не убрал? Это же тоже мусорное слово. Вот нифига. У Бритни Спирс убираешь ох, у нее нету слов. Вот, поэтому я решил его оставить. Ну, оно несет эмоциональную нагрузку. Это не связывающие слова типа «the». Так, продолжаем разговор. Теперь возникает вопрос. А вот если, только что мы говорили про сериализацию, вот эта вот штука, она как бы получается сериализуется. А сколько раз она сериализуется? Если мы процессим сейчас миллион слов, это что, каждый раз при вызове этой лямбды вот этот юзер конфиг со всеми этими мусорными словами, он что, миллион раз отсылается? Вот Spark не настолько глупо работает, он не будет каждый раз его сериализовать, но он это будет делать на каждый блок данных, который он сейчас процессит. То есть каждый раз вы вызываете вот эту функцию, каждый раз у вас, то есть каждый раз, я имею в виду, вызываете метод topx, как минимум один раз нависов метода topx ваш объект будет сериализоваться по всем экзекьюторам. А если количество данных, которые экзекьютор процессит, за один раз у него не получается попроцессить, то он, соответственно, еще и несколько раз его будет рассылать на каждый блок этих данных. Для того, чтобы улучшить перформанс, можно сделать вот такую вещь. Опять же, времени мало, поэтому я сейчас сразу покажу, как бы что можно сделать. Есть такая штука, которая называется broadcast. То есть можно забродкастить какие-то данные заранее. При помощи, опять же, Spark контекст, у него есть этот метод, передаете объект, если он сериализованный, он рассылается заранее. И каждый раз, когда этот объект начинает использоваться в лямбдах, которые пришли на экзекьюторы, этот объект берется прямо уже как бы с экзекьютора. И это как бы замечательно. Но смотрите, что у нас получается. У нас получается, что мы нарушаем инверсию контроля. Вот не очень понятно, да? Ну вот смотрите. Если я хочу забродкастить какие-то данные, то тот элемент, который этим broadcast нам будет заниматься, он должен, получается, иметь этот Spark контекст в себе. И таким образом это как бы получается нехорошо. Потому что мы ломаем инверсию контроля, да? То есть у нас этот, ну в плане синтакса это будет выглядеть вот так, да? Вот. Ну человек, вот есть такие люди, которые говорят, типа и что, ну подумаешь, написал немножко кода. Но у нас получается, что у нас нарушается инверсия контроля. Он говорит, нифига, инверсия контроля, это когда ты инжектишь контекст спринга. А это же контекст парка, ну какой-то объект. Вот. Мы говорим, типа, ну это же много копипейста. Это же как бы получается каждый сервис, который какие-то данные, которые он хочет использовать в своих лямбдах, хочет разослать на экзекьюторы. Все они будут копипейстить тот же код. Они все будут инжектировать в себя Spark контекст и все будут в каком-то постконстракт методе рассылать эти данные. Вот. Он говорит, ну подумаешь, что там копипейстить. Вот только вот этот кусочек и все. Ну и подумаешь, пока копипейстить. Вот. Он говорит, да, но это получается как бы, ну с точки зрения архитектуры некрасиво. Мы как бы смешиваем технический код, связанный исключительно с перформансом, вместе с нашей бизнес-логикой. Он говорит, ну как бы, у тебя все равно где-то это появится, да? Вот. Мы говорим, да, но ведь это же не в каждом сервисе должно появиться, да, будет может быть какое-то одно место. Он говорит, ну как бы, и еще. Вот. Мы говорим, ну это усложняет наши тесты, потому что теперь все наши сервисы, которые мы хотим тестировать, нам придется мокать вот этот Spark контекст, который мы везде теперь начинаем инжектить. Он говорит, ну так у тебя и так эти юнит-тесты, они не совсем юнит-тесты, потому что там Spark внутри. Вот. Но у нас есть еще один аргумент. И этот аргумент убеждает. Значит, дело в том, что если мы попытаемся инжектить Spark контекст, то у нас все наши сервисы, которые должны быть serializable, как вы только что видели, они теперь перестанут быть serializable, потому что Spark контекст, он не serializable. Это же не data-объект. На самом деле, это тоже можно решить, можно transient приписывать. И в принципе, этот спор может быть бесконечный, но давайте мы этот спор закончим и пойдем и сделаем правильно. Смотрите, как это делается правильно. Ставится аннотация, которую я придумал, это Word Broadcast, и инжектится сюда вот этот Broadcast, уже это переменная, Broadcast. И здесь у нас, соответственно, этот user config будет в дженерике. Вот. И, соответственно, здесь у этого user config теперь надо вызывать вот этот value, потому что это уже синтекс парка, то есть как бы у Broadcast переменной для того, чтобы достучаться до его значения. Знаете, так же, как с вик-референсами, так же, как с optional. Делайте точка value в данном случае, garbage. И я сейчас запущу. Я могу тебе сказать, зацените, насколько стало быстрее работать. Но вы понимаете, что на таких количествах данных мы не заметим, что что-то стало быстрее работать. Так. Если кому интересно, как эта аннотация работает, я не буду вам рассказать про bing-post-процессор. Понятно, что есть bing-post-процессор, который обрабатывает эту аннотацию. И на этапе создания каждого сервиса, в котором такая аннотация стоит, будет инжектиться и нужный тип, и плюс еще он будет Broadcast-иться параллельно. Я к тому, что Spring можно очень сильно при помощи Spring, как и везде, можно сделать так, что java-ский код будет еще лучше. И люди на скале такое сделать не могут. Хотя на самом деле могут. Я полгода назад умудрился скалу и спарк, скалу и спринг. Оказывается, их тоже можно. Там коряло немножко получается, но тоже можно. Вот. Хотя лучше с Kotlin. Лучше, конечно, с Kotlin. Так. Теперь давайте сравним, что у нас получилось. Вот это то, что мы написали плюс-минус на java, это то, что у нас было бы, если бы мы писали на скале. И все равно получается, как бы на скале как-то оно покороче. Там есть всякие фичи, вот типа, знаете, вот regular expression, прямо вот так можно юзать изнутри. У нас метод sort by принимает параметры, а не просто там какой-то фолз написанный, потому что в скале есть эти именные параметры, что делают код более читабельным. То есть, конечно, мы все равно приходим к выводу, что говно возьмает java тоже по сравнению со скалой. Вот. И мы такие типа, блин, что же делать, что же нам все-таки перейти на скалу или нет. Чем мы будем крыть? Мы можем как бы, ну, это у нас уже в принципе было. Вот. Поэтому давайте поговорим о том, какие более новые API стали появляться для Spark. Но вот тут я боюсь, что у меня не будет времени сейчас опять вживую все написать. Мне тут уже махали табличкой 10 минут. Сейчас я проверю. А, даже 7 уже осталось. Вот. Поэтому я сейчас просто скопи-пэщу кусок кода, написанный на датафреймах, и покажу вам, как более новый API дает возможность процессить данные. Значит, сейчас другой проект. Сделаем так вот, Ctrl-Z. Получится? О, отлично. Я бы вживую эту минуту за 5 бы написал, но у нас уже нету 5 минут. Значит, смотрите. Что я хочу сделать? Я вам сначала объясню. Давайте я запущу. Пока оно запускается, я объясню, что этот код делает, и мы немножко его посмотрим. У меня есть вот такой вот JSON, причем не один, а типа, видите, ну вот каждая строчка это отдельный JSON, поэтому IntelliJ глючит, говорит, типа, чувак, у тебя файл называется JSON, а их тут 100. Это типа линки, дины людей. Вот тут есть имена людей, их возраст, и там всякие разные технологии, которые они у себя в профиле указали, что типа они умеют с ними работать. Так вот, значит, я хочу сначала добавить колоночку с зарплатой про каждого человека. Зарплата вычисляется по очень логичной формуле. Это возраст умножить на 10, умножить на количество технологий, которые ты знаешь. И я хочу, значит, соответственно, добавить эти данные к себе. И после того, как я это сделал, я хочу найти самую популярную технологию среди всех технологий, которые указаны у людей в профиле, а потом найти человека, который согласен работать меньше, чем за 2000, и при этом эту технологию знает. И вот сейчас я вам покажу, как это делается при помощи Spark, красивый просто новый API датафреймов. Создается тот же самый Spark.conf, создается тот же самый Spark.context. Дальше создается новый вид контекста, который появился за Spark 1.3, то есть где-то примерно года 3,5 назад, который называется SQL.context. И у него есть замечательные всякие разные методы. То есть, видите, можно просто прочитать JSON. То есть он сразу схему выкачивает, и таким образом он строит вот такое column base. Видите, у меня, вот как только я выкачал вот этот вот JSON, причем не один их там куча, и вызвал метод show, который очень удобен для логирования, сразу вам покажу, что получилось. Значит, получилось у нас вот такая штука. Видите? У нас есть возраст, у нас есть keywords, и у нас есть name. Вот он построил такую табличку. Естественно, это тоже distributed collection, естественно, тоже размазано по кластеру. Продолжаем разговор. Значит, следующее, что я хочу сделать, я говорю, хочу добавить колонку, которая называется зарплата. Первый параметр метода viscolumn, это как называется колонка. Второй параметр, это формула, по которой надо вычислить значение для этой колонки. Я говорю, для того, чтобы вычислить значение, берем колонку возраста, умножаем ее на 10, умножаем ее на size от колонки keywords. И вот вы видите, после этого я, по-моему, делаю опять шоу. А, нет, я, к сожалению, да. В какой-то момент, видите, там появляется этот salary. Значит, после чего я хочу найти самую популярную технологию. Значит, я говорю, давайте теперь мы возьмем, для того, чтобы найти самую популярную технологию, мне вот этот лист, ну, в JSON-е же это вот keywords, это же лист, а мне надо его сейчас сделать так, чтобы там было по одному элементу. Поэтому я сейчас добавляю новую колонку, которую я называю keyword в единственном числе, для того, чтобы вычислить для нее значение. Я делаю explode от колонки keywords. После этого я говорю, а вот теперь мне, кроме этой колонки, которую я только что добавил, ничего не нужно. То есть я сейчас хочу остаться с одной единственной колонкой, в которой есть просто по одной вот так вот перечисляются технологии, включая кучу повторений. Вот я делаю select, и это мне возвращает data frame, в котором есть только одна технология, ну, как бы одна колонка, которая называется keyword. Дальше я хочу сделать group by, сделать night account, и добавляю колонку, которая называется amount, и после этого сортирую ее. Видите, насколько это не похоже на RDD? То есть RDD это больше такой синтекс java-овский такой, такой object-oriented, а здесь такой синтекс такой полу-SQL получается. И, соответственно, у нас получается вот такая вот штука. И вот видно, что spring у него 5 есть человек, maven 3 и так далее. После этого, естественно, я вытаскиваю head у моего data frame, то есть я говорю, возьмем первую строчку, это у меня string, это most popular, я его печатаю, и дальше я в своем уже первичном data frame, который был изначально, говорю, давайте отфильтруем и оставим только тех, у которых в массиве колонки keywords находится эта самая популярная технология, и где можно писать where, можно писать фильтр, у них очень часто названия повторяются, и где зарплата меньше, чем 2 тысячи. И в конечном итоге мы приходим к тому, что вот самый популярный был spring, а люди, которые нам подходят, это вот матрос-железняк, Виктор Гамов и Кирилл Кокачев. Так, осталось еще немножко. Значит, насчет data frame. Там есть под капотом это RDD, но есть куча оптимизации, поэтому они еще и быстрее работают, кроме того, что они дают еще и синтекс вот такой вот удобный и классный. Более того, из чего их можно создавать? Их можно создавать из памяти, из всяких файлов, у которых есть схема, у них очень широкий DSL, и есть специальный класс, такой скаловский singleton, который называется functions, у которого куча всяких разных полезных методов. И еще, что самое смешное, вы можете вообще перейти на SQL syntax вот таким вот способом. Можно взять любой data frame, зарегистрировать его как таблицу и потом дальше писать SQL и просто синтексом SQL делать. Единственное, что есть вот такие вот люди, которым не стоит рассказывать о том, что есть SQL контекст, потому что вот реально 2 дня не был на работе, а потом пришел, а там вот так. Зато знаете, как удобно для миграции, да? Вот люди говорят, я хочу свои store procedure на Spark переписать. С copy-paste, вот реально это все работает каким-то образом. Вот. Так. Ну, код пока же я показал. Еще один миф, что data frame можно использовать только для файлов со схемой. Тоже не так. Вы можете создать RDD обычный, а потом его трансформировать, если вы хотите использовать синтекс data frame, вы можете трансформировать в data frame при помощи метода create data frame, который принимает ваш RDD, который содержит ваши данные, и схему. А схема прописывается вот таким вот образом. Потом презентажку выложу, посмотрите, как это сделать. То есть я реально прописываю схему, как называются колонки, какие типы данных, nullable, не nullable и так далее. Если вам надо написать, буквально еще 2 минуты, если вам надо написать свою какую-то кастомную функцию, которую вы хотите в этом SQL использовать, то можно сделать это, имплементировав интерфейс UDF1 или UDF2, UDF3 и так далее до 22, в зависимости от того, сколько параметров ваша функция принимает. И потом начинается, что для того, чтобы ее зарегистрировать, вашу UDF-функцию нужно, где-то указывать ее имя, указывать ее тип, указывать то, указывать все, и в результате получается, что люди говорят, блин, это все очень сложно, на скале это все было бы красивее, и даже на питоне это выглядит элегантно. То есть вот эти UDF-функции, они как бы и в скале, и в питоне проще добавляются. Но, вот, ну и как бы, соответственно, да, появляется. Но, если это делается с Spring, то вы пишете аннотацию register UDF, прячете всю эту некрасивую логику туда, и у вас все, опять же, замечательно работает. Но второй Spark, если перейти, я вам уже показывать не буду, я вам просто скажу, что случится, класса DataFrame там нет. Поэтому все, что надо будет на самом деле сделать, это поменять DataFrame на класс, который называется Dataset, и в дженерике от row. Потому что Dataset, это новый второй Spark API, который объединяет два функционала, и там можно, если вы работаете с Dataset объектов, вы работаете с объектами. Если у вас Dataset от row, то вы используете SQL Syntax. Вот. И давайте перед итогами и выводами мы все-таки запустим, у меня уже даже открыто, вот смотрите, что я делаю. Я сейчас иду сюда, и вот я хочу посмотреть самые популярные слова у Бритни Спирс. Я сейчас еще раз запустил, потому что у меня там в логах очень прикольно печатается. Видите, вот это ее самые популярные слова. Бэйби на первом месте, Ох на втором, Ноу на третьем, Лав на четвертом и так далее. То есть у меня уже запущено приложение, которое Paris 2, дергает мой Spark и так далее. Теперь пойдем в Postman, для того, чтобы сравнить. И вот мы сравниваем Кэти Перри с Бритни Спирс. Вот я это уже запустил, и оказывается, что между Бритни Спирс и Кэти Перри среди самых популярных слов четыре одинаково совпадают. И теперь у нас кульминационный момент. Причем, если посмотреть, что это за слова, это не в этом IntelliJ, это, по-моему, в этом IntelliJ. Еще секунду. Это оно? Да, это оно. Вот у меня в логах должно быть. Вот, видите, там очень прикольно. Я просто офигел, когда все это увидел. Вот видите, у Бритни Спирс слово Baby во всех ее песнях встречается 577 раз. А слово Ох только 546. А у Кэти Перри слово Ох встречается 307. Ну и так далее. А вот теперь давайте мы сравним это с Пинк Флойдом. Видите, я беру Бритни Спирс. Здесь пишем Пинк Флойд. Запускаем. Тоже мы хотим 6 самых популярных слов. И у нас 0. И ура. И слава богу. Вот. Итоги и выводы. Значит, Адуб нуждается в Спарке для того, чтобы в процессе данных Спарк в Адубе совсем не обязательно нуждается. Вы прекрасно можете работать без скалы. Вы можете использовать, работая в Джаве, ваш привычный подход спрингить шаблоны проектирования и так далее. Замечательно писать тесты. Практически везде пользоваться датафреймами, потому что их API все-таки мощнее. Вот. Ну и самое главное. Пинк Флойд не попса.